Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил Карачаев-Черкесию, где принял участие в второрестной школьной линейке, посвященной 78-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии также приняли участие председатель правительства Республики Мурат Аргунов, вице-премьер правительства Дмитрий Бугаев и министр образования и науки региона Инна Кравченко. Вести Карачаева-Черкесия Перед внеурочным занятием разговоры о важном министр просвещения страны пообщался с десятиклассниками. Школьники рассказали о своих героях, участниках Великой Отечественной войны. Сергей Кравцов поговорил с ребятами об уроках Победы, о трагических событиях военных лет, о важности сохранения исторической памяти и о современных событиях. Кравцов осмотрел здание школы номер один имени Леона в Астанице Зеленчукской. Эта школа станет одной из самых современных образовательных организаций региона. В ней практически завершен капитальный ремонт по программе модернизации школьных систем образования. В реализации проекта участвовали школьники и родители. Здесь обучаются 730 ребят. В преддверии 9 мая стала славной традицией проводить акцию «Парад у дома ветерана» и поздравлять отважных защитников Родины прямо под их окнами и выражать им бесконечную благодарность за мирное небо. Вчера юноармейцы учащиеся школы побывали в гостях у жителей Черкеска, одного из старейших фронтовиков города Хамита Абуловича Канаматова и Макса Владимировича Беленького. Школьники исполнили для ветеранов Великой Отечественной войны песни военных лет, читали стихи, благодарили за свободную и счастливую жизнь. В Карачао-Черкесии проводили на тренировочный полигон жители республики, заключивших контракт с вооруженными силами России. От имени главы региона к ребятам обратился первый заместитель руководителя администрации, главы и правительства Карачао-Черкесии Марат Хубиев. Он выразил им глубокое уважение и признательность за выбор в это сложное для страны время, оставить свои семьи и встать на защиту Родины, выбор настоящих мужчин. Народ Карачао-Черкесии уверен, что наши воины будут с доблестью и мужеством защищать российский народ. За вашими спинами надежный тыл, ваши родные, близкие и дружная команда главы республики, сказал Марат Хубиев. Родина Карачао-Черкесии Родина Карачао-Черкесии Планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Почти 9 тысяч жителей Карачао-Черкесии приняли участие в всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства. Напомним, оно стартовало 15 апреля в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его участники могут выбрать общественную территорию для благоустройства в 2024 году. Так, в Черкесске для благоустройства заявлены две общественные территории – аллея по улице Красноармейской и Покровский парк. Проголосовать за общественные территории могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого достаточно зайти на сайт 09.городсреда.ру и кликнуть на понравившийся объект или дизайн-проект. Голосование продлится до 31 мая. Напомним, Карачао-Черкесия принимает участие в голосовании с 2021 года. За это время гражданами было отобрано 8 проектов, из них реализовано 4. Остальные 4 будут благоустроены уже в этом году. В МВД по Карачао-Черкесии прошло участвование сотрудников органов внутренних дел, вернувшихся из служебной командировки. На протяжении 4 месяцев полицейские выполняли задачи в новых регионах страны. Руководитель ведомства Олег Мальцев поблагодарил полицейских за службу, профессиональное и грамотное выполнение поставленных задач. Отличившимся полицейским, министр вручил нагрудные знаки МВД России за отличия в службе в особых условиях и участник боевых действий. В ближайшее время сотрудники полиции вернутся к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях. Республиканская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачао-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью. Черкесским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении уроженца республиканской столицы. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, группой лиц в крупном размере. Установлено, что гражданин осуществлял тайники закладки с наркотическим средством Мефедрон на территории города Черкеска с целью его последующего сбыта потребителем. В ходе судебного следствия обвинением доказана вина подсудимого в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Старшеклассники Карача Чекеси могут пройти образовательный курс по предпринимательству. Обучение пройдет с 16 по 21 мая на площадке Центра молодежного и инновационного творчества Черкеска. Специальная программа курса предпринимательства разработана для старшеклассников от 14 до 17 лет на занятиях. Подробно расскажут о планировании бизнеса, маркетинге и продаже, финансах и бухгалтерии, а также об управлении персоналом. Кроме того, проведут разборы примеров успешных предпринимателей и организаций. Курс включает в себя как лекции, так и практические занятия, чтобы обеспечить максимальное погружение в мир предпринимательства. На всесезонном курорте Архиз открылся байк-парк, на котором предусмотрены трассы четырех разных уровней сложности. Райдерам будут доступны дистанции для скоростного спуска черного, красного, синего и зеленого уровней сложности как для опытных велосипедистов, так и для начинающих. Так, на курорте подготовлено почти 6,5 километров трасс для даунхила скоростного спуска. Красная трасса протяженностью более 3 километров и перепадом высот более 590 метров начинается от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» с высоты 2240 метров. Более простые синие трассы в общей протяженности у более 2 километров и 700-метровая зеленая трасса с перепадом 120 метров, предназначенные для новичков маутинбайки и катания детей до 12 лет, начинаются от верхней станции канатной дороги «Спутник». Отметим, подниматься на канатной дороге с велосипеда можно только в кабинках, маркированных значком «Велосипедиста». Подросткам от 12 до 17 лет для посещения трасс потребуются письменные разрешения взрослых и документы, удостоверяющие личность. Очередное мероприятие Всероссийской патриотической акции «Сад памяти» пройдет 9 мая в Зеленчукском районе. Мероприятие состоится в селе Даусу, с его участниками станут сотрудники регионального Минприроды, федеральных органов власти, студенты и волонтеры. В акции может принять участие любой желающий, для этого необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте sadpamity2023.rf. В эти дни в картинной галереи Черкеска проходит выставка «Возрождение, приуроченное ко дню возрождения карачаевского народа». В трех залах галереи расположились работы мастеров карачаевской кейси, посвященные событиям 1943-1957 годов. Это картины, выполненные в разных техниках, скульптуры, изделия из глины, вековые предметы быта и элементы карачаевского костюма, фотографии, на которых запечатлены счастливые моменты возвращения депортированных и членов двух делегаций карачаевцев, отправившихся летом 1956 года в Москву к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с прошением о разрешении на возвращение народа на Кавказ. Выставка продлится до 15 мая. Ну и в заключение новости спорта. Воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска достойно выступили на первенстве Северокавказского федерального округа по тэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет в Нальчике. Победителями стали Мирена Чотчаева, Лия Ахмедова, Сабина Шевхужева, Кирилл Половин, Азнаур Джаддоев, Егор Помазанов и Лия Кимрюгова. Одно серебро и одну бронзу завоевали и наши боксеры, и также воспитанники городской спортивной школы номер 4 на первенстве Северокавказского федерального округа по боксу в столице Кабардино-Балкарии среди юношей 13-14 лет. В своих весовых категориях призерами стали Эльдар Шевзухов и Имран Баров. В столице Абхазии Сухуми состоялся шестой международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и Российской Федерации Романа Чирикбая. Воспитанники 4-й городской спортивной школы выиграли 5 золотых и 1 серебряную медали. Оригинальную копилку наград пополнили Амиран Чимов, Спартак Какаян, Сейфулах Ажиба, Альберт Дегтярев, Адам Кумуков и Киран Кипкеев. С 8 по 11 мая в станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти героя России генерала-майора авиации Канамата Баташева. В состязаниях примут участие сильнейшие борцы – студенты страны. Медали будут разыграны в дисциплинах «Вольная борьба юниоры и Нью-Йорки» и «Греко-римская борьба юниоры». Соревнования являются отборочными для участия на Международном фестивале университетского спорта, Кубке России среди вузов, Всероссийской летней универсиаде 2024 года и Чемпионате России по вольной борьбе. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. На этом информационный выпуск завершен. В студии была Рита Нирова. Субтитры создавал DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!